итак второй вопрос о том как исходя из чего человек в мире зар выбрал быть верующим или мушикам обратите внимание о священном коране всевышний говорит это седьмой седьмая сура аят 172 всевышний говорит то есть всевышний взял из потомков а дома их то есть из да не адам из человечества взял их потомков и взял свидетельство против них самих спросив разве я не являюсь господом для вас и они ответили да ты наш господь то есть человечество до того как родиться в этот мир признала все это человечество признала господство всевышнего когда всевышний спросил у них разве я не ваш господь все человечество все люди ответили да ты являешься нашим господом но когда эти люди отвечали на этот вопрос ответы разнились они были немного разные чем эти ответы отличались эти ответы отличались тем что одни люди отвечали незамедлительно не задумываясь это те люди которые известны нам как непорочные как пророки и божественные наместники имамы это те люди которые незамедлительно не задумываясь и раньше всех остальных людей ответили на вопрос о том не являюсь ли я вашим господом все остальные люди немножко замешкались отвечая на этот вопрос и среди замешкавшихся были люди которые отвечали с уверенностью и были те которые отвечали нехотя с некой такой неприязнь скажем так у них было высокомерие знаете вот для того чтобы было понятно о чем идет речь я приведу один простой пример иногда бывает так что есть два человека два человека один из которых например учился 20 лет неважно чему учился например 20 лет какой-то специальности он получал образование а второй получал образование например 10 лет или 15 лет и вот когда этот человек который учился 20 лет понимает что тот кто учился меньше него более знающий более смышленный более образованный и является большим специалистом перед ним встает два выхода два варианта две пути предстают перед ним один путь это проявить высокомерие и не склонять свою голову перед его знаниями не признать его знание то что он более знающий чем он это один вариант это 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 проявление высокомерия другой вариант нет склонить свою голову другой вариант признать склонить и признать превосходство того человека над самим собой в знаниях в этой специальности нас в истории был один подобный случай если я не ошибаюсь это был случай связанный есть мне не изменяет память он какое-то время преподавал был так сказать преподавателем высшего фикха и очень долго время преподавал у него было огромное количество учеников и он как-то раз рассказывал что как-то раз ему пришлось прийти на урок чуть пораньше чем обычно то есть по определенным причинам ему пришлось прийти чуть пораньше него были какие-то дела он отправился по этим делам и увидел что если он вернется домой то потом отправляться заново на урок это будет очень долго что он решил все таки пойти сразу на урок немножко подождать пока придет время урока и приступить к уроку и он пришел на место преподавания и ждал своих учеников и обнаружил что рядом с тем местом где он преподавал преподает некий старец у которого там буквально несколько учеников он решил послушать что он говорит и как он преподает и присел к его ученикам и стал слушать и обнаружил что знание и специализация и умение объяснять умение анализировать вопросы умение разбирать вопросы у него намного более высоком уровне уровне чем у самого айатулу кумшеи он это обнаружил он обнаружил что он менее знающий менее понимающий хуже разъясняет и так далее чем тот старец тот шейх у которого было буквально несколько учеников и что здесь делает айатулу кумшеи на следующий раз когда к нему приходят ученики он говорит что я пришел к выводу что и вам и мне самому необходимо участвовать на уроках того самого шейха он показал на того шейха ученикам сказал необходимо нам участвовать и мне и вам то есть это айатулу кумшеи человек с авторитетом на тот момент до человек с уважением у которого огромное количество учеников но он берет этих учеников и вместе с ними сам идет к другому человеку который практически не известен на тот момент и только потому что он осознает что тот более ученый чем сам айатулу кумшеи и тем шейхом был шейх ансари известный на сегодняшний день шейх ансари то есть это некая особенность самом человек некое качество в самом человеке и надо человек таков иногда человек другой он и иногда упорствует иногда высокомерие проявляет свое пытается превосходство не оправданное ничем ничем не обоснованная свое превосходство на другим проявить и показать то есть некое вот это вот упрямство имеется порой в человеке так вот те люди которые не достигли успеха в том мире мире дар это были люди которые не хотя отвечали не признавали что аллах является их господом да они прекрасно понимали что он их господь но что-то в них препятствовало не хотели они не хотя это признавали это что касается о том о чем спрашивает наш брат а теперь отвечая на его вопрос брат спрашивает исходя из чего человек в этом мире выбрал делал выбор из чего исходя из чего он делал выбор отвечая на этот вопрос я могу сказать следующее по моему собственному мнению то есть согласно тому к чему пришел я сам по моему собственному исследованию единственным фактором здесь является сам выбор выбор на самом деле это некое такое чудесное явление которое не имеет ничего что ему предшествовало бы то есть нет необходимости чтобы ему что-то предшествовало что здесь имеется в виду мы очень сильно заблуждаемся дорогие братья и сестры когда считаем что для того чтобы например признать бога и существование бога человек должен знать о том что бог существует но это очень большое заблуждение почему потому что признание и вера являются добровольным решением является выбором самого человека и абсолютно не зависит от экзистенциальных факторов например не зависит от того что человек знает или не знает знает человек есть у него доводы доказательства что бог существует или нет доводов и доказательства что у него бог что бог существует здесь ярким примером из например историй ислама можно привести абу джан а будет már который до исламский период было здесь как Акиль-Уль-Курейш, был известен как разумнейший из курейшитов. Когда пришел ислам, и мусульмане дискутировали с Абу-Джахлом, порой происходили такие события, когда мусульмане приводили доводы и доказательства Абу-Джахлу. Абу-Джахл говорил «да», и говорил, что я могу привести более сильные доводы, чем те, которые приводите вы. И Абу-Джахл приводил те доводы и доказательства, которые шокировали самих мусульман, и они удивлялись. Да, это на самом деле более сильный довод, более веский довод. И они удивлялись, как же так. Он лучше нас знает. У него доводы более крепче, более основательнее, чем у нас. Но при этом, обратите внимание, сам посланник Аллаха, Абу-Джахла, самим невежеством, назвал его. Почему? Потому что невежество — это не связано со знанием или незнанием. Это связано с выбором человека. И этот выбор никак напрямую не зависит с сознанием или незнанием, с пониманием или непониманием. Или, например, другой пример. Мамун Аббасидский, халиф Мамун, который является убийцей его светлости Мамариды, который отравил его светлости Мамариды. Но при этом мы видим, что в разных дискуссиях Мамун участвовал еще при жизни его святости Мамариды, и доказывал суннидским ученым, суннидским мыслителям, суннидским деятелям, мухаддисам и так далее. Суннидским ученым доказывал, что имам Мамариды, это наместник Аллаха, что это имам. И вообще имамат им доказывал, он приводил доводы имамата им. Но при этом этот же человек, который прекрасно понимал, прекрасно знал имамат, этот же человек, что сделал? Этот же человек отравил имама, своего собственного имама, в пользу которого он приводил доводы и доказательства. То есть, о чем все эти вещи нам говорят? Все эти вещи говорят нам о том, что вера – это нечто добровольное, это выбор человека. И этот выбор, он может быть вообще ни на чем не основан. Ему вообще ничего может и не предшествовать, совершенно ничего не предшествовать. То есть, другими словами, два разных человека в совершенно одинаковых условиях могут сделать два совершенно разных выбора. То есть, находясь в одних и тех же условиях, например, обладая одними и теми же знаниями, обладая одними и теми же, например, устремлениями и так далее, целями и так далее, одними и теми же идеями, например. Они могут сделать совершенно разный выбор. Просто потому, что один делает один выбор, другой делает другой выбор. Каких-то других, так сказать, оснований для их выбора, кроме самого выбора, я, например, не вижу. Не представляю, чтобы у человечества было нечто другое, помимо самого этого выбора. То есть, человек решает свою судьбу и свое будущее, свою будущую жизнь и будущее счастья или несчастья, исключительно основываясь на выборе. Просто выбирая сам то, что он выбирает. Выбирает быть преклонным, выбирает быть самоприниженным перед Всевышним, быть послушным приказом Всевышнего или же выбирает быть высокомерным, надменным. Это выбор самого человека. Поэтому, помимо самого выбора, я лично здесь ничего не вижу и не представляю, чтобы что-то было помимо самого выбора. Звучит этот приказ. Продолжение следует...